Обращение можно направить только в электронном виде через сайт Роспотребнадзора по адресу роспотребнадзор.ру, меню для граждан, раздел обращения граждан, почтовым отправлением или подать его на личном приеме. Дробная информация о порядке приема и рассмотрения обращения доступна на сайте Роспотребнадзора. Другие рассмотрения письменных обращений составляют до 30 дней со дня репертизации письменного обращения. Обращайтесь на сайт, подавайте жалобу, оттуда прикладывайте все необходимые документы. Обращайтесь на сроки. Ну это понятно. А для чего тогда нужна горячая линия? Я могу подать жалобу на действие или бездействие тех или иных органов, а также претензии про консультируцию, если такова возможность. По вашему вопросу я уже сказала, что нужно сделать по жалобе. Ну, то есть вы просто зачитываете мне то, что я и так знаю, куда пожаловаться. Я думал, вы примете сами жалобу. Я еще раз повторюсь, возможно, обращение по жалобе нужно подправлять только в электронном виде через сайт роспотребнадзор.ру. Ну понятно. А телефон горячей линии ваш для чего нужен? Я только что ответила на ваш вопрос. У вас еще какие-то вопросы остались? Я вас спрашиваю, как мне бороться с коронавирусом, если я не могу помыть руки дома у себя, потому что нет воды. Что вы скажете на это? Роспотребнадзор не рассматривает подобное обращение. Если вы хотите подать жалобу на действие или бездействие каких-то органов, я вам уже сказала, как это нужно сделать. Такой же вопрос у вас остался? Понятно. Ваша линия на бестолковое. Благодарю за обращение. Всего доброго. До свидания.